Минутку, мне тут надо размонтировать, пройти. Пожалуйста. Сейчас, это мы сейчас покажем вам. Вы только возьмите ручку, чтобы записать себе. Я для чего это делаю-то? У вас всё записывается в интернет. И вы для себя возьмите, это в интернет одно, вам легко будет искать. А потом люди посмотрят, и я посмотрю, и запишу. Ну ладно. Так-то бы лучше было, если записали. И зайдите, пожалуйста, ко мне. Так, смотрите. Второе послание фессалоникийцам, 2.15. Записывайте. Ну ладно, вы цитируйте. Второе фессалоникийцам. Цитируйте. 2.15. Итак, братья, стойте и держите предание. Не просто так, а держите крепко, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. И дальше. Третья глава, шестой стих. Второе фессалоникийцам. Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Если вы не предание, а последнее общение, больше его не будет. Заповедь такая. И градить тихо на них. Дальше, слушайте внимание. Апостол Павел говорит так, что это необходимо знать. Это необходимо держаться. И дальше он пишет Тимофею. Тимофей, первое послание, 6.20. О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прихословия лжеименного знания. Вот как. Если мы не принимаем предание церковное, то это пустота перед нами. Стойте и держите предание, которым вы научены. Павел учил преданием. Это не еврейские предания, а христианские. Поэтому Евангелие от Матфея написано через 5 лет после вознесения Христа. И 5 лет только передавали устно. Предание это устное. А потом записали. Марка через 7 лет. Лука через 15 лет. А Евангелие Сиан написал через 35 лет. Это 35 лет он только преданием пользовался. Впрочем, вы имеете помазание святого. Да. И не имеете нужды, чтобы это улучшил вас. Как поступать, нравственно или ненравственно? Надо понимать о чем. Не имеете нужды, чтобы вам говорили, курить, не курить. Изменять жене, не изменять. Об этом, а не об учении. В учении поставил учителей. Не надо, говорит, Божий дар, все ищи запутать. Игнатий Тихонович, разрешите вторгнуться. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Так давайте в свободе говорить. А какая свобода? Свобода в Духе Святом. Когда Бог открывает. И не требуется, чтобы учили. Тебя за руку Бог ведет, показывает. А когда не знает ничего человека, вы же сами сказали, вы в самом начале. А уже учителя не надо. И куда вы забредете? Ну, прямо как поступаете. Вопреки предания. В предания. Нет. Вам учителя не нужны, кроме апостолов? Нужны. Ну, вот так. Нужны. Ну, давайте мы запишем. Очень нужны. Вы для меня учитель. Хорошо, слушайте внимательно. Первое послание к Коринфянам. 12 глава, 28 стих. Он говорит. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами. Палец поджимать. Во-вторых, пророками. В-третьих, учителями. Учителя это не апостолы. Это Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. Он их ставит. Дальше. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители? Апостолы и учители это разные совсем категории. И дальше к Ефесянам 4.11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Не пасторами. Я за пасторов ничего вам не говорю. Нет, я просто говорю, чтобы вы знали. Учителями поставил. Смотрите. Снова находим. Учителя. Это не апостолы. А вы говорите, нам, учителя, не надо. Свобода. Вот в этом и свобода, чтобы избрать учителей. А не за своим умом неразвитым куда-то идти. Мне, например, ничего не дано. Я учил своих ног. Я иду в школу. Я учусь в училище. Я все это с учителями делаю. Они знают. А я записываю. Знаете, Тихоныч. Любящий душу свою погубит ее. А ненавидящий душу свою в мире этом, ну, всем, как вам угодно, сохранит ее в жизнь вечную. Объясните людям, о чем Господь Иисус говорит. А каким людям я должен объяснять? Где они, эти люди? Которые нас смотрят или будут смотреть. Ну, они и спросят, я им отвечу. За них зачем отвечать? Для этого есть послание апостола, которое прямо показывает, что это означает. Вот у нас трехтомник, и каждое слово истолковано блаженным феофилактом. В этом мире люди, когда любят, и все потакает своей душой, они губят ее. А ты по-мирски, который что ценится-то, отвергни, чтобы спасти ее. Павел говорит, я умер для мира, и мир для меня. Мы два мертвеца. И поэтому никакого притяжения нет. Да я мир ненавижу, поймите. Я мир ненавижу и дела его. Вы для меня глаз вопиющего в пустыне. Исправьте Господу пути. Сделайте прямым эстези его. Да. Вы для меня глаз вопиющего в пустыне. Такой фильм поставили, у нас на сайте стоит. Не надо, Игнатий Тихонович, не надо фильмов. Мало ли что там режиссеры измышляют. Да не измышляют про меня документальный фильм. Вы не поняли. Обо мне фильм весь поставленный. Он занял первое место. Не видел и не знаю. Ну вы зайдите на наш сайт, он стоит. Он меня назвал глаз вопиющего. Там нету режиссеров никаких. Он прямо снимал в лагере, снимал в деревне у нас. Документальный фильм. Занявший первое место в России. Документальный фильм о православии. А второй тоже сняли. Причувствие. Первое место на международном киноконкурсе. Документальный. На нашем сайте все это. Это не игрушечные награды. Что-то заклинило тут. Все, наверное, сегодня. Не слышно больше ничего? Валерий, ничего не слышно? Все пропало. Все. Так, все, уходим. Тебе не кажется, что он выпишет? Может быть. Выключи.